Я бы мог тебя сделать бессмертной, А счастливить могла бы бы ля, Но сломавшись пред силой инертной, Ты чеснок положила в люля. Брэм Стокер, граф Дракон. Доброе утро, друзья. Смак на первом канале у нас в гостях. Сегодня Анастасия Макеева, друзья. Поаплодируйте, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Я же не просто так заговорил про Дракулу. Для вас это не просто так слова. Вы же принимали участие в мюзикле. Да, я помогу. В мюзикле, да, чехи со словаками привозили мюзикл, И я как-то туда попала. В общем, красивая музыка была. Кого вы играли? У меня была какая-то двойная роль. Я играла Адриану в первом акте. Адриана – это возлюбленная Дракула, которая рожает и при родах умирает. И, собственно, очень неудачный такой сюжет, начало. А потом он ее спустя века встречает в облике современной девушки Сандры и влюбляется в нее, и видит в ней свою супругу. Сандра – это, если кто-нибудь не помнит, это такая певица из Германии. Ну, это такой вариант чешский, на самом деле. Чешский мюзикл вообще. Чешский мюзикл. Это целый пласт в области. Вы смеетесь, между прочим. Я не так давно была в Чехии, так повезло мне было на кинофестивале. Как будто бы вы сейчас, мы с вами в 82-м году разговаривали. Недавно была в Чехии, повезло. Нет. А я вот тут съездил в Софию. Знаете, друзья, прямо сейчас мы с Анастасией Макеевым будем делать что? Внимание, подождите. Сейчас наши телезрители пометят. У нас идет викторина. Каждое утро я им сообщаю по субботам, что они будут делать сейчас. И они говорят готовить. Правильно, готовить. Пожалуйста. Так, мы сегодня будем готовить одно французское блюдо. Оно называется киш. Это пирог. Луковый пирог. У нее мать готовила все детство это блюдо. Но я не видел никогда. Она просто говорила киш. И я уходил из кухни. Ну, на самом деле... Дальше заходили официары. На самом деле этот пирог, в принципе, любое французское блюдо называется таким образом. Это я знаю, что это очень такой вкусный пирог, который как бы заменяет с одной стороны и омлет, и заменяет с собой и... Ну, там типа песочное тесто и не сладкий пирог. Ну, это на самом деле вкусно. А второе очень распространенное блюдо – это гаспачо, испанский супчик. Давайте, Настя, начнем. Ну что, хотите я подолблю чеснок? Нет, я вот вам приготовила сразу вот лук. Мне кажется, что вы будете резать и плакать, резать и плакать. Нет, я никогда не плакал. Да, правда? А как это так? Как вы научились? Я вам могу сказать. Ну, это, мне кажется, просто с возрастом. С возрастом? Да. А потом у меня левый глаз... Потом у меня левый глаз для телезрителей. Левый. Для меня так, конечно, правый. Извините. Левый. Стеклянный. Ну что? Конечно. Я же с Андреем Макаревичем, знаете, как вы знакомы? Ну вот, он в белопрограмму зашел, я говорю, «Знаете, Андрей Владимирович?» Он говорит, «Здравствуйте, и так, здравствуйте». Ну, он, видимо, почувствовал, что когда-то вы его смените. Я вас не остановил даже стеклянный глаз. Что вам нужно? Дайте, пожалуйста, муку. Мука, пожалуйста. Будьте добры. Из ненервной стаканчика. Вы будете замешивать тесто? Да, я буду замешивать тесто. Скажите, часто ли вы готовите, и сколько вам нужно лука? Выбирайте, на который вы просто отвечаете. Так, значит так, три луковицы. Да, вариант номер три. Да, вариант номер три. Три луковицы. Три луковицы мелко порезать. Мелко порезать, и начнем это, если вы будете опережать меня, будем это жарить на растительном масле. На растительном масле мы жарим мелко порезанные три луковицы. Сейчас хорошо я это сделаю для вас. Настасья, часто ли вы готовите? Расскажите мне. Ой, каждый день. А кому вы готовите? Ой, к мужу, собакам. Прихожу домой после театра съемок и давай готовить. Секундочку, а собаки у вас, у вас много собак? Две. Две собаки, расскажите. Знаете, вот про мужа-то мы знаем, а вот про собак мы не знаем, потому что в глядцевых журналов вы с собаками не фотографируете. Это что вы, я вас умоляю, у меня пончик в сахарной пудре, это так зовут моего старшего. Пончик? Да, пончик в сахарной пудре. А какая порода это? Это померанский шпиц. Померанский шпиц? Не отвлекайте, я забываю, что мне надо дальше делать. Это померанский шпиц, белый, белоснежный. У меня две, два белоснежных пса. Один японский шпиц, другой померанский. То есть у вас шпицы. Да, мне нужна тоже досточка. Вы ухаживайте за мной? Ну, конечно, прошу вас. Так. И что, и вас, значит, одного зовут пончик? Одного зовут пончик в сахарной пудре, простите. А второго, наверное, япончик? А, нет. Пончик и япончик. А второго это девочка. Ляля. Ну, извините, что такое такое. Слушайте, а у вас нет ощущения, что... Вы не обратили внимание, что пончик всегда веселый, а Ляля всегда грустная? Потому что ее унижает это плебейское имя. Понимаете? Вы ее назвали как кухарку. Нет, ну, просто... Пончик в сахарной пудре, красивое какое имя, и Ляля. Я бы, наверное, и Ляля курил. Без фильтра. Да нет, ну, на самом деле, они очень дружат. Хотя, когда появилась у нас... Стас с тобой называете это дружбой? Я называю это дружбой, потому что у нас была недавно большая проблема. Мы их специально... Мы специально этих собак купили, собственно, в разных клубах. Мы хотели создать семью, большую дружную семью. Вот, я об этом и говорю. Потому что, как говорил мой педагог в театральном институте, если разнополые животные собираются в одной комнате, то рано или поздно... Вот, ничего подобного. Начинается театр. Вот, ничего подобного. Вы не поверите, друзья, какая нынче сложность, чтобы у них что-то началось. Так как они живут вместе, Ляля его больше видит не как мужа, а как друга. Вы знаете, мы пригласили консультанта. Я хотел бы узнать, как выглядит этот человек. Он с маленькой бутылки передал, зашел из минимара. Ляля, кончик, присядь. Они сели в маленькие креслицы, сели напротив него и стал говорить. Ребята, давайте обо всем поговорим. Япончик стал говорить, Ляля... Ее прикус мне... Как мука? 200 грамм муки, да, если говорить в общем-то. Мы же с вами готовим здесь. Да, мы готовим. 200 грамм муки. Мы сюда добавляем кубиками, режем масло и добавляем сюда. И, в общем-то, вот так вот в крошку такую превращаем в эту смесь. Вот. Дальше нам нужна ледяная вода. Ледяная? Ледяная. Чем леденее, тем лучшее. Да, для того, чтобы была ледяная вода, нам нужно сейчас собраться и ждать января. Нет, я думаю, что у нас есть холодильник, и там наверняка есть просто холодная вода, и мы... Холодная. Хоп! Вот она, ледяная вода. Смотрите, какого цвета. Обалдеть. Пожалуйста. Спасибо. Сколько вам нужно? Три ложечки. Три ложки воды – это рецепт многих блюд из моего детства. Три ложки воды, два стакана дуванчиков. Вы меня смешите, и у меня дрожит ложка. Все, хватит, хватит, хватит. Спасибо вам большое. Теперь я попытаюсь это замесить. У меня дрожит ложка, так говорят, знаете, в оркестре народных инструментов. Ложечники. После гастролей. Да. Я думаю, не только ложка. Ну что вы, ну... Скажите, пожалуйста, ну вот, расскажите про... Вот я мало знаю про людей и про обычаи, нравы тех коллективов, которые... Вы же очень много в мюзиклах играли. И играете, и продолжаете, да? Играю. У меня муж написал мюзикл по Шандерло де Лакло. Шандерло де Лакло. Нет, не Шандерло. Ну ничего. Шеверло де... Ничего, у вас рано или поздно получится. Шандерло? Да. Шандерло де Лакло. Молодец. Класс. Да, Шандерло де Лакло. В переводе... Хорошо, что он давно у меня. ...значает «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Шандерло де Лакло. Нет, знаете, я объясню. Ну то, что это же в русском языке такие слова. Крестьяне, когда говорили, это об этом Некрасов писал, что Митька зацепился за оглоблю, и его 20 километров Шандерло, а потом еще и де Лакло. В какое-то время... Или нет? Корнет Бобинский вернулся со свидания с гусар-девицей, и наутро его Шандерло, придя к лекарю уездному, выяснил, что еще и Долакло. Вот, ну... Масло. Какой вы удивительный человек, как в вашей голове рождается такой юмор? А, нет, голова тут ни при чем, голова сейчас отдыхает. Правда? Да, юмор рождается на кончиках пальцев. Как у Спивакова. А они сейчас в Луке, поэтому специфически... Они сейчас в Луке. В Луке. Это итальянский город. Ну ничего. И? И, что для нас приятная была новость, театр Моссовета решил отметить свой юбилей 90 лет, драматический театр, музыкальный спектакль моего супруга. Ребята, давайте плов. А вальмоном будет... Сергей Юрский. Александр Домогаров. Домогаров будет вальмоном? Да. Вот это поволоков в глазах, это... Да. Животная страсть. Трепещите женщины. Трепещите женщины. Да, я сделала тесто. Обернула его в целлофан. И теперь его надо на час в холодильник. Времени полно. Да, я тоже так думаю, что... Времени полно. В холодильник у нас... Заводим в холодильник на час, у нас единственный холодильник с сигнализацией. Прекрасно. Чтобы не воровали. В общем, Анастасия, я бы хотел... Нет, продолжать мы с вами сейчас не будем. Я прошу вас сейчас остаться здесь в Луке. Луке. С вами. Времени сухаристов. Нет, не со мной. Вас я на секундочку покину, потому что у нас сейчас реклама, после которой мы вернемся, вы знаете, почему Сталин называл Черчилля Чурчхеллой. Ты приходишь без предупреждения, торопливо обняв у дверей. Я с грустью смотрю, как пельмени исчезают под маской твоей. Из мюзикла «Зорро». Дорогие друзья, с максом на первом канале. У нас в гостях сегодня Анастасия Макеева. И мы вместе с Анастасией вспоминаем и мюзикл «Зорро». Ой, я расчувствовалась. Ну перестаньте, перестаньте. Настя, скажите, может быть, хватит лука или еще одно нужно? Сколько их было? Две. Две? Надо три. Настя, я смотрю. Понимаете, губа у вас не дура. Извините, это мое. Я приготовлю. Извините, это все и не ваше, и не мое. Ну пока, временно. Ну, временно. Вы знаете, нам бы надо поставить две сковородки. Моя дорогая, это произойдет через одну секунду, когда я дорежу этот лук. Понимаете, я все время говорю и не могу дорезать. Скажите, пожалуйста, то есть получается, что сейчас... Драматические театры будут переходить на мюзиклы. Ну просто... Как, например, в Лондоне, как, например, в Нью-Йорке. Все-таки мюзиклов не меньше, чем драматических спектаклей, согласитесь. Да, там... У вас какие любимые ваши мюзиклы, самые любимые? Какие мюзиклы? У человека, который никогда не видел мюзиклы, что нужно посмотреть? Ну, вы знаете, в основном как-то вот Вебер, он какой-то самый такой хитовый парень. Потому что он хитовый, да, ну хорошо. Да, кошки, призрак в опере. Призрак. Мама Мия. Мама Мия. Это уже не Вебер. Ну, что же. Так, ставим сковородочку. Как вы ласково, сковородочку. Конечно, ставим сковородочку. Нам надо поджарить лук до золотистой корочки и грибочки, но в разных сковородках. Ну, тогда вот они. Тогда вот они, смотрите. Прекрасно, смотрите, обе две. Смотрите, что сейчас будет. Что-то сейчас, наконец-то, люди голодные. Там надо добавить чуть-чуть растительного масла. Нет, я без масла сужаю. Да? Ну, молодец. Да, давай. А, ты же добавил. А здесь ты же добавил, ну ладно. А сюда не надо было? Ну, немножко жидкоть надо. А теперь, Настя, я вам показываю трюк, который я никогда не показывал в смаке. Смотрите, я сейчас подброшу вот это и лук, а как-то в этот сковородок. Не надо. А грибы здесь. Смотрите. Ну, пожалуйста, не надо. А потом я выпью, кастрюлю кипящие воды. По-моему, пригорает. О, Семен Семенович, пока вы шутили. А что шутили? А вы на что здесь? А я вот выше в сковородке. Понимаете, вам только за драматургов замуж выходить, а вот здесь. Подождите, за композиторов. Мне нужно три яйца. Я поняла. Следите лучше за луком. Подождите, подождите. Давайте, вот яйца, я нашла. А венчик, венчик есть? Она надеялась найти венчик. Прошло два часа. Венчик, пожалуйста, перед вами его там поищите. А я пока его здесь найду. Пошел. Это он? О, да. Как здорово. Ой, слушайте, я не знаю, как вы со своими стеклянными глазами терпите. Я вся в слезах. У вас от яиц тоже глаза слезятся? Просто я странно. Потому что вот лук, все, лук вот здесь сейчас мы попробуем вот так еще сделать. Ну, ладно. Ну, расскажите какую-то свежую сплетню про мюзиклы. Расскажите про, не знаю. Расскажите, правда, вот какие еще мюзиклы не авторства, а членов вашей семьи? Истекские ведьмы. Вот. В мюзикле «Монте Кристо» я играла в «Мерседес». Вы играли «Мерседес». Да. А потом ушла во «Вражеские силы» и проиграла в «Зоро» Луизу. Луизу играла. Вот смотрите, вы, получается, играли все главные женские партии в самых главных мюзиклах. Кстати, Александр Домогаров, так? Александр Юрьевич. Александр Юрьевич, на секундочку. Да, да. Хотя я играю его невесту в спектакле «Странная история доктора Джекила и мистера Хайта». Вот, ребята, что! Домогаров же играет и Джекила, и Хайта, да? Да. Но он был у нас шафером на свадьбе, поэтому он наш друг семьи. Домогаров был шафером на свадьбе. Да, он был шафером на свадьбе. А что будет в обедстве шафера? Я знаю, что будет в обедстве ведущего свадьбы. А что в обедстве шафера? Ведущим был пыльцемака у нас. Ну, ребята, погуляли вы. Да. Ой. Нам уже нужен, понимаете, лук и все такое, а у вас там... Ну, друзья, он еще... ...доболна. Он еще... Он еще... Все-таки какое-то время должен, наверное... Он уже стал мягеньким. Хорошо. А грибы, видите, с грибами... Как-то не очень у вас с грибами ладится. Вы как-то наладите с ними контакт, нет? Ну, вот так как они... Ох, смотри, какой фокусный вообще. Жена нам дома любит. Говорит, ты же все умеешь, давай готовь. Нет? Я хочу, чтобы вы посуществовали в этом монологе странным, который вы выбрали для себя, Настя, и вернулись к нам. Простите. Здесь вам не мозсоветы. Здесь с такими монологами нельзя на аванс-сцену выходить. Жена их, наверное, любит дома, а? Нет, ну это же так прекрасно, когда нами скажут... А у вас муж готовит? Нет. А вы помогаете ему найти музу, допустим, через гастрономические, как бы... На гастрономических струнах играть? Вы пытаетесь привязать кулинарную передачу по созданию музыки? Я не пытаюсь, я это делаю уже долгие годы. Слушайте, ну, гастрономически... Вот есть ощущение, после каких блюд, например, рождается симфония, после каких фуга? Есть, есть. Ну, конечно, симфония, фуга сейчас как-то не очень актуальна, понимаете? Ну, например... Приходится, чтобы жить... Ну, есть просто что-то, ну, например, нас смотрят музыканты, например, Дмитрий Маликов. Прекрасно. И сейчас он думает, так, стоп, смотри-ка, Матвейчук музыку написал в Театр Моссовета, что бы ты голос сожрать, чтобы написать? А я скажу, у меня есть хорошая способность, организаторская способность, создавать вокруг себя очень благоприятные условия и правильных людей находить. Слушайте, мы, по-моему, уже грибы, простите, это жарёха. Ну, давай вытащим оттуда, чтобы... Или просто убери их с... да, с плиты. Вот. У меня есть замечательная подруга, которая эти гены печёт. И я периодически говорю, ты знаешь, вот моему мужу не хватает вдохновения. Стоп, секунду. И она приходит печь к вам или она... Нет, она печёт... Это очень важно. Нет, она... Не говорит ли она при этом, так, Настя, выйди, я буду печь. Ну, а сколько разрушенных судей в Театр Моссоветах. Нет, на самом деле... Это знаменитая баба, которая лепила беляши. Ох, заходила в гримёрки к артистам. Лидка-беляшница, которая заходила, я говорила, женщины, выйдите. Сейчас буду беляшать. А заслуженных артистов я попрошу поближе. Так, мешайте, пожалуйста. Ох, так! Нам надо всё смешать. Вот это всё мы смешиваем вот здесь? Вот здесь. Значит, это что? Это... Это у нас три яйца смешанных, сболтанных, венчиком. Туда мы добавили 400 грамм сметаны. Ой. Вот. Так. И... Настя, я думаю, что всё-то, наверное, не нужно? Ну, больше чем. А вы скажите, Настя, может быть, нам немножечко это чуть-чуть не крупновато ли для киши вот так? Понимаете, про что я говорю? Может быть. Ну, теперь поговорим. То есть для чешского киша это отлично. А для французского? А для французского? Ну, дайте так. А дайте это будет французский киш по-русски. Могу? Давай. Так. Ничего, мы уже не потеряем. Тут уже дело такое. Ещё? Нет, нам надо много грибов, конечно. Пожалуйста. Давай лепи побольше. Давай лепи побольше. Сказали однажды Зурабу Царетели, и он выполнил эту просьбу. И сюда лучок. И нам ещё надо посолить и поперчить это дело. Сейчас, лучок могу пласть? Да. Ой, лучок. Смотрите, какой. Ой. Роскошный. Роскошный лучок. Ой. Побой, у нас же лук и пирог. Должно быть лука много. Так что, и получается, Глеб, в основном, конечно, от выпечки. Да, в основном сладкое. Сейчас мы достаем тесто. Что ты делаешь? Я звоню матери. Я пытаюсь выключить. Всё, выключи. А масло? Так, я могу? Помешай. Да. Как нам вот это помешать, да? Да. Так, смотрите. Да. Всё вот так нормально? Да. Да более однородный, скажем так, масло. Однородный. Однородный, однородный. Приходи ко мне, народный. Замитая фраза. Ой, слушайте, ну вообще можно же и так есть. Ну, можно, конечно. Вот, теперь вы, вот смотрите, что делает Настя. Настя разминает. Настя разминает тесто. Мы достали тесто, которое час был в холодильничке. Вот. Теперь мы его немножечко разомнём и должны будем сейчас раскатать в очень тонкий слой. Настя, только вы. Я это сделать не смогу. Я уже поняла. Я это сделать не смогу, потому что я вам не женщина-пекарь, что вашего мужа готовит. А скажите, мы вот это солили, перчили? Нет ещё. А надо? Конечно. Ай, дорогая. Молодец. Всё вот сейчас мы сделаем. А я вам говорила, что нужна соль. Вот. Молодец. Молодец. Замитя, расскажите, вот вы много времени проводите в театрах. Я вот в театры хожу очень редко. Почему? Дорого. Скажите, что сейчас происходит? Вообще пьёт русский артист? Ой, как пьёт. Пьёт? Продолжается, да, всё это? Да. Пьёт и много. Пьёт и много. Ну, воды там, кулеры стоят, слава богу. А вы знаете, что произошло в одном из Москв... Я не могу назвать академический театр. Это вместо кулера, вместо воды водку. Водку, напомню. И можно брать горячую, холодную водку. А некоторые смешивают. Типа соке? Ну, типа соке, понимаете? И многие выходят, и так раз. И в полном соке они выходят на сцену. Так вы разговариваете? Я тут просто практически... Да. Может быть, мы уже будем выкладывать дусли в... Сейчас. В мюсли? Да. Ну, в общем, как-то так мы сделали тесто. Не должны быть невысокие края. И мы... Давайте, 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 давайте. Мне кажется, что у нас начинки больше, чем... А мы всю начинку пока выкладывать не будем? Нет, Настя, лучше вы. Я боюсь. Вы выкладывайте аккуратненько. А потом мы оставшуюся начинку... Аккуратненько. Оставшуюся начинку мы продадим. Так, собственно, в раскалённую духовку... Раскалённая духовка. У нас 220 градусов. Вообще-то должно быть 180, но... 180, сразу ставим на 180. Да, на 180. Понижаем градус, как говорит Андрей Макалевич. А понижать нельзя. А понижать нельзя, говорит ему Евгений Маргулис. А теперь... А я никогда тебя не любил, говорит Андрей Макалевич. Дальше заходит кучка с кастетом. Поехали. И закладываем на 40 минут. 40 минут. Вперёд. Да. Молодец. Друзья, ну, хорошо. Тогда, Настя, вы пока стойте здесь. Да. Нет, я руки помою, можно? Нет? Пока стоять? Подождите, пока стойте. Друзья, смотрите нас сразу же после рекламной паузы. Паузы? Паузы на Первом канале. И вы узнаете, что сельдерей в переводе с молдавского означает... Эй, Гиго, смотри, как большая рыба съела мою мать. Закажу жаркое и купаты, и наемся на закате дня. Оба мы с тобой не виноваты. Но посадят именно меня. Роберт Льюис Стивенсон. Странная история доктора Джекила и мистера Хайда. Смах на Первом канале. У нас в гостях Анастасия Макеева. Анастасия, здравствуйте еще раз. О, боже, здравствуйте. Как вы приветствуете меня. О, боже, здравствуйте. Да, я просто вас тургент стихов. Ну что же, Анастасия, прошу. Пока у нас готовится, собственно, запекается. Начинаем делать гаспачо. Да что ж я все не ошибаюсь. Гаспачо. Вы думаете, будем делать гаспачо? Да, уверена. Итак, берем помидоры, делаем... Надрезик. Вот так. Сколько помидоров? Я думаю, что два хватит. Два? Да, ну можно... Немного вы гаспачо нам. Ну, а вы хотите много? А я хочу много. Ну, давайте больше, да? Хотите, можете еще взять паники? Так, что еще нужно делать? Залить их кипяточком. Залить их кипяточком? Да. Это как раз... Перед нами, друзья, кстати, сейчас, если вы обратите внимание, ленивый гаспачо. Он готов. Ленивый гаспачо готов. Ну что, наверное, давайте я тогда что-нибудь еще, может быть, взять огурцы да почистить их? Да, можно взять огурцы, почистить их, порезать колечками. Вот, смотрите, кипит вода, бурлит вода. Берем. Берем помидоры. Берем. Оп. Опускаем. Опускаем раз. Опускаем два. Опускаем три. Три. И ждем. Недолго, минутку. Минутку сейчас. Мы ждем, пока я быстро дорезаю, почищаю огурцы. Вы режьте пока... А зачем вы так режете? Мы же будем его измельчать или нет? Да. Надо крупнее? Да можно как угодно, он уже измельчится. А огурцы мы же не будем измельчать, мы их будем резать или нет? Нет, я думаю, что измельчать будем. Тоже? Ну да. Не хотите? Прямо так промалывать огурцы. Без лука, да? Да, ну да, мне кажется, ну можно одну луковичку. Скажите, откуда рецепт от гаспачи вот этого сделался? От вас. Вы сейчас практически все рассказали. Нет, ну вы же помидоры готовы. Да, помидоры уже давно готовы. Я еще пару чесночинок могу взять. Чеснок обязательно заспачу. Ну да, если вы лук уволили, то хотелось... Смотрите, сеньор Помидор, это малоизвестное произведение Джани Радари. Сеньор Помидор возвращается из сауны с своим братом Игорем. И их матерью. Потому что помидоры, в отличие от россиян, в сауну ходят седними и не стесняются друг друга. Настя, а что это вы делаете? Вы мочите хлеб в воде? Да. Откуда вы знаете, как меня кормили в детстве? В интернете прочитала. В интернете это ничего не написано. Все, что в интернете, ложь. Я хочу добавить туда хлебушек. Вы хотите хлебушек туда добавить? Да. А вы как бы крошите хлебный мякиш сизом голубям сейчас? Отгоняя мошек спит гнедая лошадь? Вот я сейчас смотрю. Нет, у нас таких нет. Нет, нет. Я добавлю... Вы любите песни Розенбаума? Ну, иногда. А вы поете песни из мюзиклов в манере Александра Розенбаума? Нет. У меня не хватает столько таланта. А можно было бы спеть? Ну... Ай, Зорро, Зорро, куда ж ты скачешь на коне? Наличники, столичники, лови, подонка. Ну, вот какие-нибудь такие. Эх, казаки, да Зорро в маске проскакал. Ой, ты люли-люли. Ой, ты... Может, если бы имел больше воспоминаний? Если бы имел вот такую форму. Казацкая постановка Зорро. Очень бы не попала. Ой, вообще классно. А, да, Коль. А ну-ка, позовите герца, старенького герца. Он почтет. Так, мы здесь будем это все мешать? Нет, мы поедем сейчас на Полежаевскую. У нас мешальная там. Ну, вот здесь мы все вот так, а мешаем мы там, на Полежаевскую. У нас тут специальная халупа. Почему вы не нарезали колечками? Пожалуйста. Дайте-ка мне сюда эту штучку. А ничего себе вы чесночин-то нарубили. А зачем-то это? Как угодно же можно. Мы же их измельчать будем. Ну, да. Ну, так тогда можно вот так вот. Да можно целиком положить их. Оп. Можно. Вот, посмотрите. Интереснее же как-то помельче. Ну, я согласен с вами, Настя. Я, если честно, спорить не буду. Как вы думаете, наш киш готов? Я думаю, что да. И мне кажется, тоже. Тактически. Выключайте, пожалуйста, духовочку. Пускай она остывает. Я добавлю еще хлебушка. И хлебушка туда добавить. Вообще, выглядит так уже аппетитно-аппетитно. Хлебушек. Так, смотрите, что я делаю. Спелые помидоры. Мы счищаем с них шкурял. Я очень люблю такие помидоры. Я же из Краснодара. А, это же ваши. Вот эти. Вот южно-раз. Да, с бычьей сердца. С бычья сердца. Настя, скажите, вот смотрите, мы набили металлическую миску разным. Да. В принципе, это можно уже поставить, и ваш сахарный пончик, и Ляля уже бы это съели. Сомнительно. Я напомню, друзья, кто смотрит нас, Ляля и пончик, это собаки Анастасии Макеевой. Померанские. Шпите. Померанские, так с музыкой. Померанские, японские. Что японские? Ляля, Ляля, Ляля. Лялячка из Японии. Да, Лялячка из Японии. Ляля не просит курилу вернуть? Мы иногда с ней по субботам говорим. А мы ей говорим, не надо Ляля с вашими курилами. Зелень быстро порубите или без зелени? Гаспачи же без зелени. Без зелени. Оливковое масло. Оливковое масло. Еще можно винный уксус, немножечко у нас есть. Соль, перец, смотрите, пошла. Помидоры дали пену. Ну, прекрасно. Летний, хороший суп. Мне тоже кажется, что самое оно. Замечательно. Так, теперь соль, перец? Да, соль, перец. Соль, перец. Соль, перец. Давайте уйдем. Это что вы добавляете? Винный уксус. Давайте. Что вы так? Я боюсь сейчас открыть. Это ваша кухня. Сколько? Полуложечки давай. Да, все, хватит. Господи, как будто бы малыш проснулся. Все. Так. Отлично. И вот теперь? И теперь. Вот оно. Да? Да. Финальное. Вот оно, такое, даже холодного отжима. Оно, то, что нужно. Раз, два, три, четыре, пять. И, друзья, и это прекрасная альтернатива окрошке, холодному борщу. Еще можно, на самом деле, сок лимона немножечко. Мне кажется, если вы уксус добавили. То уже все. Не знаю, Настя, не знаю. Супом будет перебор. Теперь мы делаем так. Раз. Раз. Два. Перемешали. И суп готов? Суп. Мне кажется, готов. Мы ставим это в холодильник и в этот момент начинаем убирать студию. Да? Друзья, киш мы приготовили так. Мы сделали песочное тесто. Выложили в дно формы. Да. Параллельно обжарили грибы и лук. Смешали это все со сметаной. Заправка сметана с яйцами. Сметана с яйцами. Все перемешать. Соль, перец. Все смешали. Все смешали. Зелень добавили в грибы. Да. Нет, зелень добавили в лук, но потом она все перемешалась. Все перемешалось. Все это мы залили на тесто. Тесто сделали бортики. Да. И поставили на 40 минут, друзья, на температуру 180 градусов. И получили. Вот. Аплодируйте. Так. А киш, друзья, может, это французский завтрак, может, это французский обед, может, салат, может, что-то еще. Но мы будем, по мнению Анастасии, киш, ничто так не красит. Киш, как холодный... Гаспачо. Гаспачо. Это прекрасно. И мы холодный гаспачо берем так, поварешечку. Поварешечку. Ой, а гаспачо-то уже охладился. Можем даже... Лед. Зачем это? Да лед. Ну, можно добавить льда в гаспачо, если он... Хотя у нас гаспачо получилось таким. Если вы находитесь в Испании. А если на улице минус 6, то можно лед не добавлять. Можно. Так, соль, перец здесь. Не прошла. Олегковое масло там. Все, можем пробовать. Берем холодного гаспачо. Ложечку раз. Ложечку раз. Ммм. Ну, холодный, конечно, не достоял у нас в холодильнике. Но ничего. А вкусно. Мне нравится. Да, класс. И в этот же самый момент раз и горячего. Киш. Ой, Настя. Класс, да? Класс? Нет, класс. Мысила, я имею в виду. Мысила? Может, гастролировать будем с этим кулинарным выступлением? Настя, сейчас для вас небольшой подарок. Для меня? Да. От нашего... Просто так? От нашего телевизионного шоу. Ну, как просто так, деньги на выходе отдадите. Значит, это вам кулинарная корзина «Смак». Это то, что вам поможет в театре Моссовета чувствовать себя беззаботной пастушкой. Как дома. Друзья, это была кулинарная научно-познавательная программа «Смак, не смак». Ее ведущий Иван У и гости сегодняшней программы Анастасия Макеева. Аплодируйте. Настя, спасибо огромное. Спасибо. Сейчас я вернусь к вам. А у нас, друзья, все. На сегодня мы увидимся с вами в следующий раз, и вы узнаете, что «гаспачо» в переводе с французского означает «вот купил себе спортивный автомобиль», а по-прежнему езжу мне мобиль. Спасибо. Спасибо.